А, мама, у нас здоровое яйцо! Пыль пошла, как будто я на стройке. Не стреляют? Нет, это нормально. В это, в это мы вливаем вот это. Давай пробовать быстрее. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй и моя мама Чоли, Светлана. Привет, Свет. Сегодня мы с вами будем готовить, а кое-что необычное, мы не пробовали. Это мама тоже не пробовала. Но я захотела позадавать ей какие-то вопросы. Вообще, что я одна все время снимаю? Пусть мама тоже поснимает, что она вообще думает об этих всех вещах из фикс прайса. Был запросик у нас снять вот такой тортик. Но я подумала, что если он будет вкусный, может быть и ты его себе тоже возьмешь. Надо попробовать. Надо попробовать. Торт ванильный, готовая смесь. И чем он мне понравился? Тем, что его нужно готовить всего 6 минут в микроволновой печи. Что может быть проще, да? Мы за 3 секунды все приготовили сейчас здесь, да? Единственное, что здесь не так все просто, как в кексах. Кекс просто разбавился водой, по-моему, там в микроволновку на одну минуту. Он готов. Здесь нужно немножко покропотать. Итак, мы с вами достаем наш тортик. Он состоит из двух пакетиков. Вот эта смесь для нашего торта, для основы, а эта для глазури сверху, для всего отсвечивания. Итак, сейчас ты что будешь делать? Что ты хочешь делать? Тесто? Тесто. Давай вместе. Ну и то. Ты это вместе хочешь? Ладно. Значит, тесто. Как мы делаем тесто? Для теста нам понадобится 20 грамм растопленного сливочного масла. Надо растопить. Да, мы его не растопили, оно у нас целое в масленке. Возьми ножичек тогда и отрежь кусочек. 20 грамм сколько? Надо поделить еще. И, кстати, 20 грамм нужно будет и на глазурь. Ты только надолго не уходи, а то мы будем все скучать. Так же нам нужно одно яичко. Мам, дай мне что-нибудь для яичка. Стаканчик тебе дала. Вот этот? Ну, бери этот. Нет, подожди, он для чего-то другого. Я его специально для этого, для глазури. Вот такой высокий стакан я покупала в Хофф. Он намного выше, чем мои стаканы. В любую посуду можно бить яйцо, для того, чтобы увидеть, оно там здоровое. А, мама переживает, что это яйцо может быть нездоровое. Любое яйцо летом может быть нездоровое. Любое яйцо летом может быть нездоровое, поэтому проверяйте. Мама, у нас здоровое яйцо. Ты так обернулась, как будто ты переживала, что оно какое-то нездоровое. Здоровое? Нормально. Так, теперь мама пока готовит 20 граммов нашего масла. Слушай, надо растопиться. Микроволновку думаешь? Ну да. Ну, только ненадолго. Вообще, на воде не в бане надо. Это что-то дело. Нам же попроще надо. Так, одно яйцо непрерывно перемешивая, постепенно добавить молока. Итак, готовая смесь. Высыпается сюда. Мама расставляет молоко. Масло. Ой, масло. Пыль пошла. Как будто я на стройке. Сля, пыль пыль. Мама, посмотри, как я готовлю. Ты так готовишь? Да. Ну, не на весу же. Мне же надо показывать. Не, ну мы можем, конечно, стол показать. Вот, смотри. У меня тут сумка валяется. Так, масло. Уберу. Микроволновка. Вам персов не видно? Нормально. Так. Ты растопила, да? Да. Супер. Вытастывай смесь. Смесь очень вкусно пахнет. Какая-то. На недочке. На недочке. Давай, читай дальше. Мне как-то слива все сделано. Я тебе помогаю, давай, читай дальше. Так, ну что, яйцо мы сюда. Вот так. Что еще? Масло. Все, теперь это нужно чуть-чуть перемешать. Молоко. Подожди. А его медленно вмешивать надо. Вот, вот вмешиваю уже. Сейчас тоже яйцо. Давай ты поливай, я вмешиваю. Возьмется? Яйцо возьмется? Майя, ты не медленно, ты быстро. Может, надо было молоко сначала потомиться? Нет, там написано, что медленно вливаю молоко, размешиваю. Вот с яйца рядовец. Съем. Ты не прочитала до яйца? После яйца. Желтенькая такая смесь получается. Сейчас, подожди, давай, размешаю однородно. Вкусно, мне кажется. Я вообще пробовать люблю сырое яйцо. А ты, ой, сырое яйцо. Сырое тесто. А ты, мам, любишь сырое тесто пробовать? Ну, уже не очень. Детство любило. Так, давай еще молока. Оставки, оставки все давай. Будем мы тут еще церемониться. Медленно его вмешать. Вмешаем. Сейчас вмешаем, как вмешаем. Поехали, вот так. Мама, у меня, по-моему, не получается. Ну, потому что первый раз делаем. А в другой раз можно будет емкость взять поглубже и взять блендером все это быстренько. У нас же есть блендер. Помнила, да? Да. Так, контейнер. Так, ладно, все, мы взбили. Да, дальше. Чтобы вы не скучали за нами. Контейнер, мам, покажи, какой контейнер мы решили взять. Ну, полтора литра это контейнер. Вот такой вот. Просто вообще, ну, просто обычный пластик, да? Даже не полтора здесь. Один и один литр. Один и один. Давай посмотрим, как он туда войдет. И будет подниматься, интересно? Не знаю. Посмотрим. Вроде ничего сюда больше не надо. Подожди, ну давай попробуй. Ммм, как вкусно. Кто бы сомневался. Давай ложечкой, давай. Давай сделаем. Давай. Ммм, Миша, я там все смежу. А это шутка была. Ой, пахнет очень вкусно. Я снялся. Вот такая вот у нас вещь получилась. Мы сейчас отправляем ее в микроволновку. На сколько? На 6 минут. На, оставь, мамы. Или давай я. Хорошо. Я поставила режим умеренное, высокое, чтобы, может быть, пропиталось внутри, а не самую высокую. И поставила на 6 минут. Пока будет готовиться наше тесто, мы сейчас сделаем, что мы сделаем? Глазурь. Да. Теперь глазурь. Значит, смотрите, сюда я высыпаю смесь. Вот она. Ну, а дай ножницы. Так. У меня сейчас садится батарейка. У меня всегда же все спонтанно, поэтому не успеваю заряжать батарейки. Так. Чтобы вы видели все так. Что там, нормально все? Не стреляют? Нет. Это нормально. Ну, что, а, вот, стрелять? Не знаю. Я один раз забыла выключить, и пустая микроволновка была, как началась. А пустую нельзя включать. А что ты убежала в конец куда-то в видео? У тебя не видно. А я тут посреди. Я как подсобная работе. Смотри, так, держи. Держи. У нас уже не горячая вода, кстати. Ну, ладно, она теплая. Так, масло еще нам нужно 20 грамм растопить. А где? А что ты все время уходишь, мам? Мне же надо вот здесь 20. Так, давай я пока почитаю, что здесь нужно сделать. Так. Поместите смесь для жидкой глазури, прилагается, в кружку. Объемом не менее 250 миллиграмм. Вот здесь есть у меня. Добавьте 20 грамм размягченного сливочного масла. Сейчас мама сделает. Мне все время хочется сказать, сейчас бабуля сделает. Только где мы размягчать сливочное сливочное масло? Я не знаю. Микроволновка-то занята. Давай просто этим, вилкой сделай вот так вот и подуй вот так. Здорово. Давай. Давай. Так, подожди. А что я так делала, когда была маленькая? Так, и сливочное масло. А, тут же горячую воду. Но оно уже не горячее. Масло? Да. А, ну тогда и не надо его растапливать. Оно сейчас растопится в воде. В общем, 20 грамм мама на глаз сделала масло. Я налила сюда горячую воду. Быстренько растапливается у нас масло. Садится. И теперь в это, в это мы вливаем вот это. Я по-русски сказала. И быстро перемешиваю. Давай пока красивое желудок. Ммм. Итак, 6 минут прошло. И мама вытаскивает. Покажи. Ой, какой красивенький. Покажи поближе. О, слушай, он пахнет? Он поднялся в два раза почти, да? Ну да. Нельзя пока трогать, наверное, да? Горячее. Ну ставь его, он будет остывать. Дай я его покажу поближе. Горячее. Вот он. Мама у меня еще не профи, поэтому не показывает близко. Теперь на одну минуту мы ставим нашу смесь приготовленную в микроволновку. Держи, ставь. Ты ближе к микроволновке. А, не сюда привозь? Сначала одну минутку в микроволновке. Я говорю, мам, глянь, как хорошо, что вот она отделяется. Мама говорит, ну да, я всегда в таких делаю контейнерах, чтобы отделялась. Но это если не в духовке. В духовке нельзя. А в микроволновке вот этот контейнер можно? Да, в микроволновке можно. Она говорит, это все знают. Я говорю, я не знала, надо сказать. А если в духовке делаешь либо силиконовый, тогда мягкий, тогда удобно, да? А если не силиконовый, а металлический, допустим, контейнер, тогда надо бумагу застилать. Вот, я не знала этого. Я пирогидру. Смотрите, одна минута у нас прошла. Она закипела. Мы прямо испугались. Поднялась. Теперь мы намазываем это все на наш тортик. Тортик постоял 2-3 минутки, не можно намазать. Так. Бери эту куцернюю. Полотенце. Так, что намазываем? Давай ты намазишь. Точек все я все делаю. Я думаю, оно нужно вот так обливать. И оно прямо туда проникает еще, смотри. Ну да. Равномерно распределяй. Ну, оно жидкое, это не сложно. Если бы оно чуть-чуть подостыло, может быть, оно немножко подзагустело. Ну, я думаю, что это вкусно. Поэтому лишней не будет. Красота, блин. Вот, длинненький. И что, а уже, походу, можно есть, да? Можно. Должно подостыть чуть-чуть. А, ну сейчас подостынет. И оно чуть-чуть подзагустеет, наверное. Не такое жидкое будет, если чуть-чуть. Мы пока с тобой чай, да, выставим? Позорное полотенце, на фоне. Да. Ничего страшного. Ну, пока чай, 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 чай. Итак, мы подождали всего лишь 5 минут. Торт, на самом деле, еще горячий. Но заодно посмотрим, будет ли он разваливаться. Потому что мама говорит, что он может разваливаться. А говорю я тихо, потому что Шинуля еще спит. Ну, поехали, будем резать. Я, кстати, себе сделала уже чаек. Заварила я с фикс-прайс Мохито, но... Классно. Что-то уже ждешь, не дождешься. Ух, да. Давай. Поехали. Сразу-таки большие куски решила резать, да? Я его потом еще разрежу еще. Как режется, мам, нормально? Режется, мам, по-любому нормально. Просто, когда вытаскиваешь, если перо горячий, бывает, он начинает разваливаться. Вытащит так и шпинку. И он... Смотри, он и побалка умный. Нет, он не развалился. Какой красивый, господи. Господи, посмотрите, он даже вот здесь залился. Давай пробовать быстрее. Вдруг не вкусно. Подумай, мам. Горячий. Ладно, вместе, да? Горячий? Ну, уже не такой горячий, но вкусный. Да, вполне приличный. Когда он остынет, он еще вкуснее будет. Глазу вкуснее. Да? Здорово. Молчит ты-ка. Что-то себе на уме. Ну, неплохо. Для микроволновой печи глазурь вкусная, да. Он такой. Ну, пока сейчас свежий, вот он вкусный. Я не знаю, будет, как он, когда уже постоит, остынет. Нормальный. Вкусненький. Недавно. Глазурь классная. Она еще вкуснее. Прям хочется вот так вот обгрызть по бокам, где глазурь, и сверху снять. Пороче, Вудов и Фикс Прайс радуют нас. Спасибо большое. Не хочешь запить моим фирменным чаем с Фикс Прайс? Попробуй, кстати. Мохито. Зеленый с Фикс Прайс чаем. Настя, чем отдает тебе вкус? Ну, напоминает, что там мята там есть, да? Ну да, в Мохито обычно там, по-моему, мята. Ну, цветочная чайника выбрала, мне нравилась. Ну, вот это что-то наподобие. Ты можешь забежать в Фикс Прайс и приобрести себя. Я у тебя возьму. А что, ты не любишь по Фикс Прайсу ходить? Ну, я не люблю вот это вот готовить, потому сама все это есть. Я люблю так один раз поел, и чтоб не оставалось. Ты не любишь готовить? Я люблю, когда мне приходится это доедать. Ну, что, выбрасывай, что-то. Ладно, давай на пополам. Вкусненько. Ты возьмешь себе домой чуть-чуть? Для меня это много. Возьму. Спасибо, Фикс Прайс. Торт реально вкусный и очень быстрый. И для тех, кто не любит готовить, и все время набегу, но любит сладенькое, можете обязательно попробовать их в чаю, угостить своих каких-то друзей, и, может быть, внезапных каких-нибудь гостей. Это вот котец. Более пудов. Я уже что-то брала, что-то делала. У них вообще есть целая магазина делала. Да, я печенье делала вкусное. Да, да. Вообще вкусное. Вообще вкусное было. Супер. Все, Фикс Прайс рули, это и пудов. Молодцы, мы вас любим. Спасибо, целуем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. На мой канал. Видите, у меня вообще фирма сегодня. Я типа сегодня повар такая, и у меня в гостях мама. Может быть, еще что-то придумаю. Кстати, я нашла уже ингредиенты, которые мне девочка давала. Один офигенный какой-то рецепт, который я не пробовала, но чисто по ингредиентам и по рецептуре, мне кажется, это что-то необычное будет вообще. Поэтому ко мне скоро приедет Кристина, и мы с ней заготовим какие-то необычные вкусняшки. Все, прощаемся. Пока. Пока.